Перед процедурой сдачи плазмы все доноры проходят тщательный медосмотр. Сначала в поликлинике, потом на станции переливания крови. Здесь уточняют наличие противопоказаний, тут же проводят обязательный анализ крови. Всё строго с соблюдением всех мер предосторожности в период эпидемии. Первый забор крови в Витебске провели 21 апреля. Тогда плазму сдали три донора, 5 мая пятеро. И вот самая большая группа – 12 человек. Число желающих увеличивается с каждым днём, потому что всё больше и больше человек выздоравливают. И нужно сказать, что люди очень активно откликаются на наши просьбы сдать плазму. Однако, так как к донорству допускаются только те, кто уже полностью выздоровели, некоторым мы предлагаем немножко подождать, чтобы выдержать тот период, чтобы донорство для них было полностью безопасно. У витеблянина Александра Запьянцева болезнь протекала сложно. Месяц понадобился на то, чтобы перебороть коронавирусную инфекцию. Как только выздоровел, сразу решил сдать кровь на плазму. Помочь тяжелобольным пациентам, бывший медик и почётный донор, считая своим долгом решение личное и осознанное. Это гражданский долг каждого человека. То есть, как я сам побывал в этой ситуации, и люди находятся в этой ситуации. То есть, так как я являюсь уже дважды почётным донором, я считаю свою обязанность оказать посильную помощь тем людям, которые находятся в тяжёлой ситуации. У каждого донора берут плазму, и эту плазму делят на три части. Поэтому один человек может спасти жизнь до трёх человек сразу. Сегодня такая проблема стоит большая с этой инфекцией коронавирусной. Поэтому необходимо использовать абсолютно любую возможность, чтобы спасти и помочь каждому человеку. Медики обращаются ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжело переносит заболевания. На станции переливания крови планируют создать ещё несколько групп доноров плазмы.